Здравствуйте! Вы смотрите программу Блогеры 2.0. Современное общество живет в условиях стремительных перемен, инновации, скорость, главные факторы, от которых зависит конкурентная способность в современном мире. Потому умение изменяться и развиваться вместе с миром, главное, что нам необходимо, если мы не хотим остаться на задворках цивилизации. И это тесно связано с задачами развития человеческого капитала. О нем шла речь в стратегической статье президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», с момента публикации которой прошел ровно год. Все это время во всех регионах страны проходили мероприятия в рамках Рухани Женгару. Казахстанцев призывали быть современными, рациональными и культурными. Сетевики активно размышляли над тем, как помочь стране провести эту самую модернизацию по опыту и подобию других государств. Стоит посмотреть, как в стране обстоят дела с книгами, основой любой культуры. Ведь если нет книг, то нет и сценариев для фильмов, компьютерных игр и так далее. Книги по-прежнему базе современной культуры, в том числе и тех ее отраслей, которые приносят наибольшие доходы. На книжный вопрос автора натолкнула идея популяризации мифических героев. Например, в Польше, где их образы не просто капитализируются с помощью упомянутых автором книг, фильмов и игр, но и позволяют людям узнавать о жизни тиражируемых героев. Казахстану нужен виртуальный мир. Видеоигры могут донести до молодежи всего мира идею нашей культуры, наше видение бытия. Для продвижения страны нужно использовать самое передовое направление в искусстве. Впрочем, сетевики отмечали, что если прежде все государственные реформы в стране были направлены на конкретные сферы, принцип работы которых людям более или менее понятен, политика, экономика, то когда речь зашла о модернизации сознания целого народа, такой территориально крупной страны, как Казахстан, в социальных сетях начались бурные обсуждения. Наиболее активной дискуссией вызвал переход казахского языка на латиницу. Переход на латинский алфавит – очень нужный шаг в преддверии в эпоху инновации. На сегодняшний день мы наблюдаем, какими неимоверными темпами идет развитие цифровых технологий. Казахский язык с латинскими буквами будет удобным для восприятия и для изучения иностранным гражданам. Данные меры, полагаю, влекут за собой положительный эффект в сфере привлечения инвестиций. Бизнес и Казахстан будут говорить на одном языке. Проект «Рухани Женгыру» вообще дал много направлений для размышлений и реализации на местах. Туган-Джер – сотня лучших учебников, 100 новых лиц Казахстана – сакральные места. Прошедший год показал – списки не ограничиваются на сотом пункте. Комплекс памятников вокруг Улутау и мавзолея Хужахметау-Яссави, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Казахстана и сакральные места Семеречия – это лишь малая часть сакральных мест в Казахстане. Они образуют каркас национальной идентичности, поэтому будут увязаны воедино в национальном сознании с помощью проекта «Духовные святыни Казахстана». Это позволит не только приблизиться к своей культуре, но и противостоять чуждым веяниям. И к таких комплексов в нашей стране десятки. Кстати, большая работа предстоит в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», когда отберут продукты нашей современной культуры, которые переведут на шесть иностранных языков – английский, русский, китайский, испанский, арабский и французский. Интересно, какие произведения окажутся в этом списке и будут ли переводить фильмы. На перевод и популяризацию за границей уйдут 5-7 лет. Речь не только о книгах, пьесах, но и музыкальных произведениях живописи. Казахстанская культура должна занять свою нишу в мировой культуре, как это сделала Америка, создавшая Голливуд, которая снимает фильмы, востребованные во всем мире. Социологи ведущих институтов мира не раз проводили масштабные исследования на вопрос, что нужно сделать, чтобы страна, опрашиваемых, стала великой державой. В среднем 39% опрошенных предлагали возрождать высокий уровень культуры. Вопрос, что вы относите к понятию культура, не задавался. Но исследователи предположили, что из вееротолкований большинство бы выбрало род творческой деятельности, связанной с созданием произведений искусства и возрождением традиций. Каково в этом плане состояние нашей культуры, должны ответить мы сами, как и возродить то, что станет, по мнению сетевиков, для наших будущих поколений духовной опорой. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете! Субтитры создавал DimaTorzok